Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Там было написано 13 с чем-то, а платит он 10 тысяч за двоих Сколько? 200 тысяч? Нет, по 5 тысяч 10 тысяч хватит По 5 тысяч на каждого ребенка В связи с чем, полагаете, необходимо изыскать алименты в твердой денежной сумме в размере одного прожиточного минимума? Ну вот здесь, если что, алимента не хватает Но почему в размере прожиточного минимума? Прожиточный минимум должны ребенку обеспечить оба родителя Вы просите твердую денежную сумму в размере одного прожиточного минимума на каждого ребенка Потому что он хорошо зарабатывает, у него уже квартира Вам откуда об этом известно? Мы-то жили вместе, когда мы жили вместе, у него-то две комнаты была, и машина все была Но вам откуда известно о том, что отвечик хорошо зарабатывает? В общем, на сколько работают? У вас на детей в каком размере расходы ежемесячные? Сколько вы тратите на детей? Где-то 20 На одного 20 Хорошо 20 тысяч рублей на одного То есть на всех детей вы тратите 60 тысяч ежемесячных? Да Откуда у вас денежные средства? Нет Или вы другую сумму тратите на содержание детей? Ну где-то на месяц уходит нам где-то 30-35 тысяч Это на всех троих детей? Сторона ответчика вопроса имеется? Да, уже Я думаю, имеет значение по данным делам Скажите, пожалуйста, а вот сказали бы у вас доходы, вы нигде не работаете? Нет Так как семья У меня же маленький ребенок Да, я понял Так как семья должна обеспечить оба родителя А вы какие-то ежемесячные пособия, детские выплаты получаете? Да Получаете, да? Да, получаете Можете отлучить в каком размере? Универсальные пособия И проживешь минимум, да? Да Одновременно Это где-то 42 тысяч получаете 14 тысяч, да Все, уважаемый сус, вопросов нет Садитесь Пожалуйста, отвечи к вашей пояснению Слушаем вас Слушаем вас После универса отвечаете на вопрос Нет, вы Слушаем вас Слушаем вас Сейчас я на строке не работаю Я все равно устроюсь на довольник Там Двадцать тысяч на заплату И первая симпотека И у меня другая семья Ежемесячное содержание детей Какую сумму перечисляете? Сейчас десять тысяч Прочисляю на двоих Сколько? Десять Вы считаете Этой суммы Достаточно На содержание Двоих детей На месяц Двое 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 Вы что-то перечисляете Нет Ничего Почему? Ну Отвечайте Пособие Это от государства Двое 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 Получается Еще родители Должны Детей Содержать Почему Вы Третьему Ребенку Никакое Материальное содержание Не оказываете Какой у вас Доход Двадцать тысяч Сейчас Расходы Какие Несете Жена работает Ипотека Жена Помогает Ипотека Сколько Ежемесячный платеж 35 тысяч Сколько 35 У вас доход 20 Как вы 35 плачеваете Жена Помогает Жена Работает Иные Какие-то Алиментные Обязательства У вас имеются Больше Алименты Никем Нет А представители Ответчика Вопросы 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 Садитесь Пожалуйста Ответчи Ваши Чисто Мы Согласны С заявлением Также Как у нас говорится Суды Должны Учитывать При принятии Решения Не только Ответчика Материально-финансового Так же И Как она сказала Все равно Эти денег Которые получают Доходы От государства Которые На детей Тратят А у нас По семейному кодексу Трое детей Может возможно не хватает Но Ответчи Так же Получается Трудостроен Официально И заработная плата Которая подтверждается Трудовым договором 20.000 рублей По семейному кодексу Половина суммы Платится Алименты От суммы Дохода Кроме того Так же прошу Уважаемый суд Учесть И взять во внимание Расходы Моему доверителю Который платит По ипотеке Это 35.000 тоже Не маленький сумм Как он уже пояснил Что у него супруга работает Трудостроенно Помогает Так как у нее семья Получается они вместе Ведут общее хозяйство И иных Других документов Подтверждающих документов Что он получает Какие-то доходы Как уже сказала Истец Что он хорошо зарабатывает Подтверждает Что документы У них нет Он сейчас трудоустроенный Зимой работает Заработная плата Такая В связи с сложным Уважаемым суд Прошел И на основании Семейного кодексу Назначен ежемесячное пособие Которое указано Половина суммы Заработной платы У меня пока Ничего не добавить Вы что-то можете пояснить Следующим На содержание Третьего ребенка Денечные средства Не перечисляется Следующим Не перечисляется У них было Сейчас тоже разговаривали Что так же Вроде Как бы не против Будет Общение Как мы знаем Что родители имеют Равное общение С детьми Что будут забирать У вас ребенку Еще даже года нет Все равно Общение с мамой И тем более Общение Никак не связано С содержанием Общение Другие дети Взрослые У нее 3-5 лет Иные расходы Уважаемый суд Который Например Если астет покупает Ребенку То это тоже расходы Считается Почему нет Ваш доверитель сказал Что только двоим детям Оказывается Материальная помощь Третьему ребенку нет В суду Пока непонятно Что не так С третьим ребенком Он не отказывается Ребенок его Хотя ребенок Рожден после Расторжения брака Они не жили Но не знаю Каким образом родился Он как бы Будет помогать Но на данный момент У него не позволяет Заработная плата И также у него Расходы большие Как бы Сидитесь Теперь ходит Исследование Письмо Углашается Копия паспорта Исца Копия паспорта Ответчика Свидетельство Регистрация Копия решения Мирового Уведомления Регистрация Системы Учета Софии Страховое свидетельство Хакимовой Амеды Страховое свидетельство Минусловой Уч chip Учебные Учебные Страховое zuf cleaned Учебные Учебные Задлящие Учебные 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 Задлённые Для Мирового Учебных Фонда России управляют сведения на Хмаранкова по состоянию на 21 ноября 2003 года, не является получателем пенсии социальных и отблат. Имеются отметки о трудоустройстве в ООО «Миллениум» и сведения об отчислении. Ответ на судебный запрос из МИФНС номер 6 в Кунинской области Хмаранкова предоставил налоговую декорацию в 2012 год, в которой отображен доход в размере 310 тысяч рублей от продажи транспортных средств. В отношении Хмаранкова сведения о доходах по форме 2 НДФЛ, 3 НДФЛ, на специи отсутствуют, в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрированного не было, налоговые декорации не предоставлялись. Заявление об ознакомлении с материалом дела судебного освещения, приобщенное в среднем из сезона выписка из ИКРН в отношении жилого помещения в деревне Патушево, Санклава, Гоголя, Дома, 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 8. Собственниками пиле цеха Хмаранкова, МИФС, обременение в виде ипотеки, КУНК, Дома, Дома, РФ. Копия приказа приверена на работу Хмаранкова, тарифная ставка указана в 20 000 рублей, копия кредитного договора. 1 декабря 2023 года. 3-го года между товарищем собственником движенности «Зелёный дом» и Хмаранкова. Вклад составляет 20 000 рублей. 4 декабря 2023 года. Вклада на ТСН «Зелёный дом» на Хмаранкову о том, что он работает в должности уборщей территории с закладом в размере 20 000 рублей. Также податайство допуска представителя. Значения имеются по обращению материального дела? Суд приходит к дополнениям. Дополнения имеются у участников процесса? Не должен суд. Не имеется. В суде, если облигается закончено, приходит к судебным премиям. Естественно, премия желаете уступать? Нет. Тричек? Нет. Представляете? Не должен суд. Препети имеются у участников процесса? Не имеются. Суд остается в совещательной комнате? Препети имеются. Приветствую. Какие правы? Препети? Препети? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok